11.05 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня вторник. В студии Владимир Сметалин. И Светлана Занько. Добрый день. Добрый день. Как обычно, начинаем с анонса второго часа. Нашим собеседником после 12.05 станет губернатор Кировской области Игорь Васильев. Как известно, Игорь Владимирович на днях представил программу развития нашего региона, и он ее озвучит, поделится основными моментами в нашей студии. Кроме того, мы дополнительные вопросы ему зададим. Не только по программе. У нас возникли уже вопросы, и не только по программе, поэтому готовьтесь нас слушать. Но и сейчас в первом части не менее интересные гости и горячие темы. У нас в студии представители фракций разных партий, представленные в областном законодательном собрании. Герман Гончаров, руководитель фракции «Единая Россия» в ОЗС, заместитель председателя ОЗС. Герман Анатольевич, добрый день. Добрый день. Ждем Сергея Павленовича Мамаева, руководителя фракции КПРФ ОЗС. Мы ему звонили несколько раз, но сейчас телефон, не знаю, отключенный. Сергей Павленович очень хотел поучаствовать. Не знаю, что случилось, но он нам сообщит, я надеюсь. Владимир Костин, руководитель фракции «ЛДПР» в ОЗС, заместитель председателя ОЗС. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. И Павел Дорофеев, депутат ОЗС, фракция «Справедливая Россия». Павел, добрый день. Добрый день. У нас опрос есть на сайте хакерова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Нам вообще интересно, мы постоянно делаем эфиры, на которые приглашаем представителей ОЗС и обсуждаем важные для региона тут дела. Но хотелось бы знать, насколько вам вообще, слушатели, интересна деятельность ОЗС. Следите ли вы за ней? Вот такой у нас очень простой опрос на сайте и ВКонтакте. За деятельностью законодательного собрания слежу, не слежу? Ну вот я, естественно, ставлю галочку «слежу». В силу должностных обязанностей. Да, и 67% слушателей наших, которые голосуют на сайте, тоже говорят, что следим. Но они вынуждены следить, благодаря нам следить, видимо. ВКонтакте иная все-таки ситуация. Картина 62% голосует за то, что не следят за работой ОЗС. Наверное, немножко обидно вам. Что именно такое расклад? Но обиды точно нет. Это жизненная ситуация. Люди сами определяют, интересно им то, что делает ЗАГС Собрание. Либо неинтересно. Но в любом случае люди по факту принятия тех или иных законопроектов, даже если не следят за деятельностью ЗАГС Собрания, будут это на себе ощущать. Давайте начнем с самой горячей темы, которая обсуждается на протяжении последних нескольких дней. Здесь, в нашей студии, в частности. Владимир Быков вчера председателю ЗАЭС заявил, что власти выбрали наиболее безболезненный вариант повышения налогов. Речь сейчас идет о транспортном налоге на автомобили мощностью более 150 лошадиных сил. Напоминаю, там есть такие отправные точки. Во-первых, это коснется не более 6% автолюбителей. Это касается владельцев мощных автомобилей. И, кстати говоря, эти владельцы в нашем эфире, раз уж на то пошло, у нас есть материалы и есть и новости по этому поводу. Эти владельцы в нашем эфире высказывались в том направлении, что они готовы платить эти деньги. Они законопослушные граждане. И это составит, где-то, Володя, говорили, в районе 1000 рублей. Повышение платежей. Ну, где свои от 150 лошадей отталкиваются? 900 рублей минимум, прибавка более. Да. В районе 1000. Да. Господин Шлемензон тут говорил, что все, ничего страшного, потянем и все хорошо. Но были и другие мнения, которые высказывали разные эксперты, подключавшиеся к нашему эфиру. Они говорили, что все бы ничего, но как бы это не было пробным шаром. То есть, вот прощупывают почву, да, сейчас вот здесь повысили, потом там повысит, потом сям повысит и пойдет, и пойдет накатывать. Давайте мы все-таки разберемся, с какой позиции вы выходите на областное законодательное собрание. Что вы думаете по поводу вот этого самого повышения и где вообще и кем разрабатывались эти инициативы? Кто начнет? Позвольте. Да, Герман Жуевич. Я хотел бы отметить, что на данный момент это вынужденная мера. И мы долго обсуждали эту тему в законодательном собрании и также обсуждали с правительствами, с соответствующими структурами правительства. Значит, вы, наверное, тоже знаете, что подписано соответствующее соглашение с Минфином России о том, что нам необходимо предпринимать меры по сокращению государственного долга и как бы прочие такие моменты. Это что касается Кировской области? Да, это именно касается Кировской области. Еще можно отметить тот факт, что, наверное, вы знаете, что практически 7 лет транспортный налог не обсуждался и не пересматривался в Кировской области. Также мы посмотрели ряд других регионов. Ну и в ряде регионов соседних там есть, конечно, налоги по транспортной чуть выше, чем в Кировской области. Но это говорит о том, что все-таки это на сегодняшний день вынужденная мера для того, чтобы поднять. Но и вы правильно уточнили, что категория автовладельцев, которая насчитывает всего 6% 22 тысячи автомобилей, если пересчитать на авто, значит, вот этой категории. Ну и нужно предусмотреть, что у нас в Кировской области, может быть, в отличие от других регионов, ветераны труда вообще освобождены от транспортного налога. То есть это не касается ветеранов труда? Даже если у него, у этого ветерана, мощный автомобиль. Владимир Костин, поближе микрофон, пожалуйста. За фракции, собственно. В первую очередь от фракции, хотелось бы подчеркнуть, как представители фракции здесь присутствуем, обсуждали как раз-таки на фракции вчера вот этот законопроект. Вчера? Да, вчера. А раньше обсуждали? Раньше обсуждали, но не на фракции. Поэтому на фракции как-то, не знаю, мнение подбивали с коллегами и пришли к тому, что вот если смотреть на пороги, то есть от 150 лошадиных сил, да, то здесь по порогам есть вопросы. Но если мы этот законопроект воспринимаем как закон на роскошь, тогда, наверное, порог нужно повышать. От 200 лошадиных сил, наверное, там корректно говорить. Ведь мы сейчас еще забываем о том, что в законопроекте прописано увеличение налога для мотоциклов и мотороллеров с 45 лошадиных сил. То же самое начали проверять, что есть для мотоцикла с 45 лошадиных сил. И, к примеру, входит ли старый дедушкин Урал, который там, да, стоит у кого-то в деревне. И что, входит? Не входит. 41 Урала, при том, что он довольно мощный. То есть я рискну предположить, что эти мотоциклы не попадут. И хорошо, да. То есть вот если по мотоциклам смотреть, ну, конечно, дорогой спортивный мотоцикл – это роскошь. И если там появится дополнительная тысяча рублей в виде обязательства для человека в плане уплаты налогов, наверное, он это переживет, обладатель. Осталось спросить у байкеров. Другой момент. Ведь мы забываем, что деньги собрали. Важно не просто получить их в бюджете, важно их эффективно израсходовать. И если автомобилисты увидят через год, да, в связи с принятием этих мер улучшения на дорогах, то есть мы увидим более качественные дороги, наверное, тогда никто не вспомнит о том, что вот сейчас транспортный налог поднимался. Простите, а это гарантировано, что эти деньги дополнительно на дороги пойдут? Вот об этом и говорю. То есть сейчас сказать, что автомобилисты, которые заплатят транспортный налог, предполагая, что эти деньги на развитие транспортной инфраструктуры пойдут, никто этих гарантий им не даст. И почему в первую очередь жители выступают против вообще транспортного налога? Потому что мы платим, в акцизе вроде бы как тоже заложены деньги, которые на дорожную отрасль нужно тратить. А что видим по дорогам? Есть ли какие-то улучшения? Да, наверное, есть. Но при всем при этом, может ли каждый сказать, что у нас там идеальные дороги, построенные в соответствии с тем налогообложением, которое сейчас существует? Нет. Мне кажется, сейчас уже это не самая выгодная позиция, клясть дороги, потому что благодаря программе, которая реализуется на федеральные деньги сейчас, дороги все-таки делаются, и мы это видим на самом деле. Я бы хотела уточнять еще пару вопросов, сейчас вам, Владимир, задать. Вы сказали, что имеет смысл поднять порог по мощности двигателя на 200 лошадиных сил. До 200. И тогда какой процент автолюбителей будет задействован, и какие деньги мы, собственно, соберем? Потому что вот если мы говорим от 150, то рассчитываем на 45 миллионов уже в 2019 году. А если мы повысим порог, то что? Не являюсь автором законопроекта, не готовил сопроводительные документы, в частности, пояснительную записку. Поэтому не могу сказать, будет ли это пропорционально тем трем категориям. У нас сейчас от 150 до 200, от 200 до 250, свыше 250. И если мы говорим о 6%, наверное, это не ровно 2% отсечения одного из порогов. То есть там увеличение, отсечение одной категории, то есть увеличение порога. Поэтому я думаю, что где-то 2-2,5, наверное, может быть, 3% от заявленного потеряются в виде потенциальных налогоплательщиков дополнительной ставки. Поэтому, естественно, потеряется какая-то часть дополнительно привлеченных средств. То есть ЛДПР рассматривает этот закон именно как налог на роскошь, а не исходит из того, сколько денег нужно бюджету собрать для того, чтобы Медвину предъявить. Тут, Светлана, еще вот какой момент. Я не знаю, Герман Анатольевич согласится со мной или нет, он об этом уже сказал. Нам важно сейчас показать положительную динамику по собираемости налогов. Положительная динамика, она выражается просто в приросте или в каком-то количественном показателе. Я сказать не могу. Если мы должны собрать дополнительно, условно, 50 миллионов рублей по транспортному налогу, это одно. Если мы должны собрать дополнительные деньги по транспортному налогу, это другое. Вы понимаете, да? В принципе, любые какие-то дополнительные. Просто показать динамику. Да, и вот здесь как раз введение налога на роскошь, оно, наверное, допустимо вполне. Если мы говорим о том, что, в принципе, нужно насобирать сколько-то, это уже другой вопрос. Да, Герман Анатольевич, так все-таки у нас что нужно показать? Конкретные деньги или динамику? Нужно показать конкретные деньги, естественно, потому что это же все-таки государственное управление. И у нас подписано соглашение с федеральным центром, в частности, как я уже сказал, с Минфином России. Значит, если соглашение подписано, то его надо выполнять, иначе не будет субсидий, субвенций, дотаций и так далее, и тому подобное. Но это как партнерство в любом виде, в любой сфере. Мы сейчас прерваемся буквально на полминуты, после чего выслушаем позицию справедливой России. Продолжаем наш разговор с депутатами областного законодательного собрания. В эту пятницу, 24 числа, очередное пленарное заседание состоится, и там много интересных и важных для нашего региона вопросов будет рассмотрено. У нас в гостях Герман Гончаров, руководитель фракции «Единой России» в ОЗС, заместитель председателя регионального парламента, Владимир Костин, руководитель фракции ЛДПР, заместитель председателя ОЗС и Павел Дорофеев, депутат от фракции «Справедливая Россия». Между тем, только что было 70% тех, кто следит за работой ОЗС в голосовании на сайте Хакирова, но сейчас я обновила и снова на 66%. Хорошо, это показывает, что вы все-таки голосуете и чем-то интересуетесь. Можно я Павлу уже личный вопрос задам? Павел, у вас автомобиль мощностью, двигатель сколько лошадиных сил? 168. Вот видите, уже попадете, да? Будете платить побольше. Как вы к этому относитесь, Павел? Наша позиция, фракция, когда мы... Нет, личная позиция. Личная позиция. Ну, я считаю, что... Вам понятно, за что вы платите и за что вы будете платить больше? Вот Владимир Костин правильно подметил, что очень важно, чтобы водители понимали, куда пойдут эти средства и какую-то увидели, в свою очередь, эффективность. Лично у меня, например, если бы был обычный обыватель, житель, то, наверное, возник бы вопрос, почему снова очередное повышение и нагрузка по налогам, куда идут эти средства. Конечно, мы понимаем, что эта мера необходима, ее все равно принимать нужно. И, на самом деле, более-менее, мы считаем, это в пределах разумного повышения. Но, как правильно Владимир подметил, что, наверное, все же, если бы это было от 200 лошадиных сил, это было бы более правильно. Потому что говорить, что к этому легко все отнесутся, у нас большая часть населения, в свою очередь, взяла автокредиты, средний класс машин, которые как раз попадают от 150 до 200 лошадиных сил, вынуждены платить кредит, заправлять автомобили. Сегодня бензин очень дорогой, обслуживать автомобиль. И сегодня, считаю, что нагрузка даже плюс 1000 рублей в месяц, это все равно довольно ощутима нагрузка. Есть регионы, согласно официальной статистике, где число автомобилей, покупаемых в кредит, доходит до 80-90%. Сейчас средняя цифра по стране 52%. Каждый второй автомобиль покупается. Потому что нагрузка уже великая. У нас, в первую очередь, возникал вопрос, коснется ли это общественного транспорта, автобусов, троллейбусов. Как оказалось, что нет, это не коснется. Грузовиков тоже не коснется. У них уже максимальный сегодня тариф. Поэтому, это, как мы считаем, смягчающие обстоятельства для нашего принятия решения. Поэтому, скорее всего, мы поддержим. Вы поддержите ЛДПР? Мы, скорее всего, не поддержим. Не поддержите. А Единая Россия поддержит. Естественно, поддержит Единая Россия. Уточняющий вопрос, почему Павел сказал, что дополнительная нагрузка 1000 рублей в месяц. В месяц, что ли? В год. В год, я прошу прощения. В год. Да, то испугается у нас радиослушатели. Да, в год все очень хорошо. Ситуацию еще хотел отметить. Та цифра, которая сегодня была озвучена, 46,4 миллиона, она 100% остается в властном бюджете. И, естественно, эти деньги пойдут на ремонт и строительство дорог. То есть, в дорожный фонд. В дорожном фонде. Да, действительно так. Ну, вот для меня, как для обывателя, было бы показать, несмотря на то, что я автомобилист, но автомобилист, не подпадающий под вот это повышение. Тем не менее, для меня бы успокоительной пилюлей были бы намерения, например, региона и муниципалитета развивать общественный транспорт. Не просто дорожный ремонт, строительство, а именно конкретно общественный транспорт. Потому что замечательно, что у нас так много автомобилей сейчас. Но хотелось бы, если мы собираемся автомобилистов в деньги, чтобы была возможность и пересаживаться где-то, да, и использовать автомобиль не так часто. Потому что я бы с удовольствием не тратила такие деньги на бензин ежедневно, если бы была бы доступна инфраструктура общественного транспорта. Отличная идея, на мой взгляд. И если бы была возможность, опять же, эти деньги тратить нецелевым образом, их бы нужно, наверное, было потратить. Кроме прочего, ну, если уж, опять же, вспоминать инициативу фракции, мы направляли письмо Министерству финансов, в котором как раз просили предусмотреть денежные средства на общественный транспорт, на субсидирование. Потому что сейчас многие маршруты межмуниципальные в районах, они убыточны. И вряд ли могут быть профицитными. Нужно субсидировать. Но оставить населенный пункт совсем без транспортного сообщения, фактически поставить на нем крест. Поэтому это нагрузка, которая вполне оправданная и необходима из бюджета. Сейчас эти деньги не предусмотрены. Цена вопроса порядка 90-100 миллионов рублей. Сейчас этих денег в бюджете нет. И вот, соответственно, если бы, Светлана, то, что вы сказали, было возможно предусмотреть, наверное, это была бы правильная мера. То есть 45-46 миллионов – это половина той суммы, которая требуется для того, чтобы поддержать общественный транспорт. Я думаю, можно уже к следующей теме переходить. Тоже налог на имущество, торговые офисные центры. Тут активно тоже обсуждается в последнее время. И вот буквально накануне было принято компромиссное, на наш взгляд, наверное, решение. С 2019 года вступят в новую силу. Именно с 2019 года, да. И квадратура будет снижена, да? Поясните. Да, сначала вопрос обсуждался по процентной ставке, но потом сошлись во мнении, что лучше уменьшить квадратный метр с 2000 до 1000 квадратных метров. При этом процентная ставка не изменяется. Один процент, да? Да, один процент. Если сказать, опять же, по примеру других регионов, то территории Приволжского федерального округа у нас самая низкая плата за вот эти помещения. Это тоже все в рамках договоренности с Министерством финансов? Это тоже в рамках договоренности с Министерством финансов. Это тоже обязательные условия по повышению собственных доходов. Ну, мы же должны какие-то предпринимать меры в отношении того, чтобы действительно у нас бюджет соответствовал хотя бы тем нормам, которые мы принимаем не ниже никак предыдущего года и на последующие периоды и с увеличением. Поэтому у нас есть и профицит бюджета, о чем мы будем, наверное, позднее говорить. Значит, это все направлено для того, чтобы как-то сократить государственный долг. Значит, все действия направлены на это. А тут конкретная сумма уже известна. Сколько дополнительно удастся привлечь в бюджет? Ну, здесь... С 2019 года, да, все-таки? С 2019 года. То есть в 2019 вступит, а платить впервые в 2020 уже получается? Нет, или не так? Нет, будем платить в 2019. Вступает в 2018, а впервые заплатит уже. А сборы уже за 2018 год будем платить. Так же, как и транспортные. Да. А как нам быть, Герман Антольевич и все остальные гости, как нам быть с той ситуацией, что торговые центры, вот сколько я себя помню, они все время жалуются, что торговля идет плохо, еле-еле выживают магазины, владельцы торговых центров идут навстречу и не повышают, например, таксу, да, на аренду. И вообще все плохо с торговлей в городе Кирове и Кировской области. А мы им еще повышаем. Это к чему приведет? Или они лукавят? К чему может привести? Конечно, может привести к тому, что часть бизнеса уйдет в интернет. Наверное, крупные, федеральные или, может быть, мировые брендовые сети в интернет не уйдут. Они уже там есть. Но я имею в виду, интернет – это такой полудомашний формат, когда, условно говоря, какой-то предприниматель открыл вместо торговой точки свой сайт в интернете, анациалиной на жителей города Кирова и, условно, в домашних бытовых условиях обеспечивает примерку, продажу и так далее. Естественно, тогда просто человек уходит в полутеневой какой-то формат работы, платит ли налоги – вопрос. Естественно, оголяет торговые площади в торговых центрах и область от этого не приобретет. Но это пессимистичный сценарий. Будет ли он, не знаю, уйдут ли бизнесмены в интернет вот таким образом, либо просто позакрываются, не исключено. Если мы просто пройдем по торговым центрам вот сейчас, то увидим, что в большинстве торговых центров не дозагруз по площадям. И добавить им сейчас обязательства, наверное, поставить их на самую грань, если не катастрофы, то, по крайней мере, существования. Бизнес здесь услышать, безусловно, нужно, но и нужно обратить внимание на то, что не все добросовестные у нас товарищи, те, кто торговые центры сейчас эксплуатирует, те, кто ими владеет. Потому что, ну, все знают, что там принято и дробить бизнес, да, там, если, условно говоря, один этаж принадлежит одному, второй второму и так далее. Это тоже неправильно. И, безусловно, вот те меры, которые сейчас законом предлагаются, они компромиссные в части как раз того, что мы не бьем по добросовестным, мы, так скажем, пытаемся недобросовестных оттуда достать, да, и вот там уменьшение квадратуры как раз тому свидетельство. Но при всем при этом надо очень внимательно посмотреть на бизнес-сообщество, насколько оно готово к этим повышениям, да, то есть, ну, там... А вы с бизнес-сообществом депутаты обсуждали эту историю? Ну, вот я как депутат там обсуждал, я не знаю, как другие коллеги обсуждали. Было, и мнения разные абсолютно, да, но нет такого, наверное, как по транспортному налогу эту тысячу мы сдюжим. Все в основном говорят, нет, это безобразие, но при этом кто-то говорит, да, мы при этом, конечно, живы-жием, но будет тяжело, а кто-то прям открыто говорит, ну, у нас один путь закрываться. Павел, а для вас, для «Справедливой России», для вас лично, для ваших коллег, вот этот проект по повышению налогов и транспортного, и на торговой площади, это была, там, это давно уже история развивается, вы обсуждаете, или это внезапные предложения в конце года? Ну, на самом деле, давно обсуждали уже, я считаю, что данная мера, на самом деле, не очень своевременная, и в первую очередь нужно с торговыми центрами и собственниками бизнеса обсуждать, наверное, там, проводить какие-то встречи, переговоры, потому что заполняемость сегодня торговых центров примерно 60% по городу Кирову, даже если взять Джимол, довольно там известный торговый центр, который сегодня практически пустует, и федеральные сети сижают, я думаю, что очень несвоевременная мера, и, как минимум, последствия будут не очень хорошие. То есть вот здесь праведливые россы будут голосовать против? У нас, к сожалению, фракции еще не было, у нас фракция произойдет завтра, поэтому окончательное решение по поддержанию бюджета, по поддержанию повышения налогов мы все же будем принимать на фракции. А ЛДПР? Вы знаете, широкая дискуссия была на фракции, и вот в том числе я хотел бы там и транспортный налог вспомнить, и там у нас мнение разделили, здесь, наверное, там еще горячее обсуждали мнение разное у коллег, я думаю, мы сформируем ближе к пленарке единое мнение, и голосовать будем, естественно, фракцией, едино. При всем при этом, вот сейчас, какая есть позиция? Если уж мы вводим изменения в транспортный налог, да, и повышаем транспортный налог, то, наверное, нужно нагрузку и для бизнеса оставить. Более того, если там на две чаши весов класть одно и другое, то мы за то, чтобы добавить налог, если это крайне необходимо, торговым центрам для того, чтобы сэкономить на повышение налогов на транспорт. То есть поменьше повышения в транспорте. Чтобы там не пребывало. Не пребывало. То есть, да, имеется в виду, что платили, как платили. Вы знаете, я прекрасно помню, как мы в нашей студии обсуждали эту вообще новую систему 1%, мы имеем в виду кадастровую стоимость. В 2015 году эта система вступала, и тогда много эфиров у нас было посвящено, и вот как накануне заявил Андрей Вавилов, который три года работал бизнес-омбудсменом у нас, вот когда новую систему внедряли, в принципе, ничего по большому счету не изменилось там по суммам. По его данным это так. На самом деле так. Значит, и тот круг или перечень тех структур или торговых центров, он очень мал. И вот Павел сказал на предмет там джим-мола или каруселей, значит, там вообще с этим торговым центром были, я как представляю, подписаны свои соглашения на определенный период времени. По льготному периоду. Да. Это как бы для того, чтобы было развитие этого центра, для того, чтобы жители города и области пользовались там услугами этого центра. Но время завершается, и сейчас о нем как бы речь не идет, там просто часть, небольшой круг торговых центров, который подпадет под это. Я думаю, что, в принципе, они с пониманием должны относиться к этому решению тоже. Как вы думаете, на ближайшем УЗС будет приняты вот эти предложения по налогам в Кировской области? Будут приняты. Будут приняты. А дальше уже будем смотреть, как будет развиваться торговый центр. Это, кстати, большая проблема. Тут нужно действительно обсуждать из... Мы давно не приглашали бизнесменов. Там еще отдельная тема потребкооперации, как на ней это отразится. Да, да, да. Это мы давайте отдельно тогда обсудим, потому что, мне кажется, не в налогах только дело, на самом деле, в развитии торговых центров и торговли в городе Киров. Не только в налогах. Да, вы совершенно правы. Давайте мы сейчас прорвемся, буквально на две минуты, у нас будет реклама, и перейдем к бюджету. Продолжается программа «Дневной разворот». Пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области будет проведено 24 ноября. Это ближайшая пятница. О главном мы говорим сегодня, о главном в повестке заседания мы говорим сегодня с Германом Гончаровым, руководителем фракции «Единой России» в УЗС, заместителем председателя областного законодательного собрания. Коммунисты так и не пришли в студию. Владимир Костин, руководитель фракции ЛДПР, здесь же у нас в студии. И Павел Дорофеев, депутат УЗС, фракция «Справедливая Россия». Мы пытаемся разобраться в позиции различных фракций по наиболее важным вопросам, которые будут вынесены на пленарные заседания. Понятно, что не по всем. И планировали до перерыва перейти к бюджету. В ключевом втором чтении он будет рассматриваться депутатами в ближайшую пятницу. И вот, как сказал Герман Анатольевич, в перерыве буквально насыщенно очень по времени поступают какие-то предложения, мнения, то есть работа очень активно идёт с проектом бюджета. Расскажите, пожалуйста, последние новости. Конечно, и законодательная и исполнительная власть работают в тесном взаимодействии. И понятно, что мы обсуждаем самые злободневные вопросы, а самый основной вопрос для кировчан – это, естественно, областной бюджет. И я думаю, что всем интересно озвучить всё-таки параметры, какие будут на последующие годы. Мы можем чётко представить, что 47,5 миллиардов будут составлять доходы, и 46,7 миллиарда будут составлять расходы. Профицит будет составлять 781 миллион рублей. Это важно для того, чтобы мы участвовали в государственных программах по реструктуризации, в том числе и государственного долга, чтобы мы были в едином бюджетном процессе с территорией Российской Федерации. Поэтому… Это мы впервые за какое время на профицитный бюджет выходим? Ну, я думаю, за долгие, там, пять, может быть, лет, может быть, побольше. Я думаю, больше. Значит, и я думаю, что это будет сохраняться и на ближайший период, там, год-два то же самое, что будет профицит. Но, я не знаю, как коллеги позволят, значит, может быть, там есть конкретный упор на что-то, допустим, в данном бюджете, большое внимание в данный момент уделяется развитию сельского хозяйства или агропромышленного комплекса. Недавно совещание было по этому поводу. Да, губернатору Кировской области Игорю Владимировичу Васильеву удалось как бы решить вопрос о том, чтобы соответствующие средства поступили из федерального бюджета на развитие. Вы знаете, что у нас очень развито животноводство, племенное животноводство, в том числе, уже как бы не говорим в целом по агропромышленному комплексу, что они производят. Честно говоря, Герман Анатольевич, простите, что я вас перерываю, но из всех пресс-релизов, которые я вижу с разных совещаний, я вижу, что помощь агропромышленному комплексу идет конкретно на развитие молочного животноводства. Представители молочного животноводства мы прекрасно знаем, и это несколько крупных холдингов. И у меня складывается ощущение, что, ну, по крайней мере, по текстам, которые поступают, что вся вот эта помощь АПК, она идет конкретно в конкретные холдинги на поддержку молочки. Потому что здесь недавно у нас были фермеры, простите за эмоцию, я просто вспоминаю этого фермера вот с такими руками, который как раз занимается племенным животноводством, мясо мраморное, которых агитировали 6 лет назад создавать фермы, и которых бросили в прошлом году и в этом году, лишив их всяческих субсидий. Фермеры закрываются. Так вот, какой АПК мы поддержим? Давайте уточним все-таки. — Нет, поддерживаются конкретные АПК, и в том числе и молочные производства. — Крупный бизнес, Светлана, вы правы абсолютно. — Потому что молочное производство, мы среди субъектов Российской Федерации, первой пятерки находимся по молочному производству. — А что с фермерами? — И есть у нас возможность еще увеличить до миллиона тонн молочного производства. Поэтому с учетом этой государственной программы и Федеральный Центр пошел на встречу, чтобы те средства в сумме 1,9 миллиарда рублей набравить. — Давайте уточнить все-таки, Герман Анатольевич, я ведь сейчас такой эмоциональный спич здесь произнесла не просто так. Я считаю, что бытует такое мнение, что поддерживает правительство все-таки крупных производителей. — Так и есть. Но понятно, что поддержка этих крупных производителей — это и благо для нашей области, потому что мы показываем и налоги здесь остаются, и наращивание производства, и вопрос, который Сураев поднимал по развитию переработки, это все очень хорошо. Но еще раз, чтобы развеялось, может быть, мнение у наших горожан, что это просто деньги, которые поступают в карманы владельцам крупного бизнеса. Ведь нет, это же основные деньги, которые направлены на краткосрочные кредиты, или я что-то путаю? — Это и выплаты за так называемый литр молока и все прочее, все то, что предполагается, определено законодательством, в том числе Российской Федерации. Но вы правильно понимаете, Светлана, вопрос, что у нас малые формы хозяйствования фактически остаются без помощи. И фермеры, они не благодаря вот этим гигантским миллионам развивают свой бизнес, а вопреки всем тем преподам, которые у них есть. Потому что у них действительно там куча всяких моментов. Кроме того, что нет помощи, еще и им порой приходится конкурировать с этими самыми большими холдингами. — То есть там на самом верху федерация отсекается? — Федерация не отсекает. КФХ в этом-то и дело. И Кировская область традиционно слабо участвует в вопросах поддержки малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, хотя федеральные программы существуют. И Минсельхоз опять же там обозначает, что эти деньги есть, и их можно бы взять. — Это другие деньги. — Предполагается, что необходимо софинансирование. А у нас софинансирования не хватает. Софинансирования не хватает в том числе на крупный бизнес. И малые формы хозяйствования, как обычно, по остаточному принципу, у нас финансируется, а именно не финансируется. — Это же плохо? — Для малых форм хозяйствования это безусловно плохо. Но у нас сейчас в том бюджете, в котором есть, даже крупный бизнес недофинансирован по части сельского хозяйства. — А это основные налогоплательщики. — Да. И что здесь благо для Кировской области? Я считаю, безусловно, малые формы хозяйствования без поддержки оставлять нельзя. Но при всем при этом забирать деньги у крупного бизнеса в пользу малого тоже нельзя. Поэтому баланс соблюдать необходимо, отчасти, может быть, вовлекая в дополнительный налогооборот торговые центры, как вариант. — Пойду. — Можно добавлю? — У нас как-то вот уже молчит несколько минут. — Позиция как раз руководителя Фракса «Справедливо России» Сура Василия Куприяновича была о том, что недостаточно средств выделено в АПК, потому что, если взять еще период три года назад, на АПК выделялось на поддержку полтора миллиарда из областного бюджета и полтора миллиарда из федерального бюджета. Первым же чтением в редакции было представлено 431 миллион из областного бюджета и полтора миллиарда из федерального бюджета. — То есть из областного бюджета в три раза меньше, чем раньше. — Да. — Считает Василий Куприянович, что именно за счет поддержки правительства три года назад был хороший рост по надою молока, он сохраняется. И Кировской области была поставлена задача войти в тройку регионов по надою молока. Но именно сегодня сокращение поддержки в этом году, оно на уровне прошлого года, может сказаться на том, что будет большой провал именно по этим показателям. — А мы не можем поднять софинансирование до показателей трехлетней давности, именно потому что нам нужно профицитный бюджет показать. — О каком софинансировании сейчас говорить? — Вот сейчас, о котором Сураев говорил. — Конкретная государственная программа, которая сейчас будет приниматься в том числе и в бюджете, она направлена на много моментов. Это в том числе и на активизацию работы глав, районов, городских округов, в том числе и на развитие переработки. Все будет работать под эту программу. Но еще самое главное, что те средства, которые 1,9 миллиардов, они распределяются примерно таким образом, что 1,5 миллиарда — федеральный бюджет, а 400 с небольшими миллионов — это областной бюджет. То есть впервые за многие годы мы наблюдаем, что в отличие от других регионов, софинансирование в Кировской области самое льготное. То есть на 100 рублей затрат 95 выделяет федералы, а 5 только теории. — Правильно я поняла, что это федерация нам позволила так значительно снизить долю софинансирования. — Это благодаря такой кропотливой работе и губернатора, правительства Кировской области, и в том числе и депутатов. — Но это не значит, что через год будет так же и еще через год будет так же. То есть возможности финансирования снова поднимется. — Цель направлена для того, чтобы вот эту планку не опускать. — Ну а фермеры — это отдельная, видимо, история, о которой нужно тоже будет говорить. — Это и вообще отдельное направление действия. В пятницу у вас состоялось заседание согласительной комиссии по бюджету, где были правительства со своими какими-то, вышло предложение ОЗС со своими предложениями. Что именно предлагалось, какие поправки внести и за чей счет? Владимир. — Да, спасибо большое. Мы направляли, во-первых, поправку для того, чтобы была возможность поддержать категорию граждан, к которой мы относим и называем «дети войны». Это было прямо направлено поправкой. И, помимо прочего, мы в Министерство финансов написали письмо с просьбой предусмотреть возможность финансирования дополнительно девяти направлений. В частности, мы уже затронули общественный транспорт, в том числе межмуниципальные перевозки. Просили предусмотреть денежные средства на строительство двух школ, которые, ну, два больных вопроса, это чистые пруды школы, которую давно уже там нужно было построить, и жители ее прямо с нетерпением ждут. И на Линск тоже больной вопрос, школа фактически там сейчас, ну, крайне необходима, там чуть ли не в три смены дети учатся. Кроме этого, опять-таки, просили предусмотреть денежные средства, в том числе на малые формы хозяйствования и еще целый ряд предложений. По детям войны, ну, это история понятная. Мы вроде бы законодательным собранием и в первом чтении приняли закон, предусматривающий введение категории. Там не предусмотрено финансирование, там, даже какое-то единовременное к 9 мая или как-то еще совсем. И мы тоже понимаем, что ввиду отсутствия закона нет возможности закладывать деньги в бюджете. Но пока мы не примем закон, а его вносило правительство, то есть мы обойти, опять же, можем, но это будет очень глупо, ждем второго чтения этого закона. То есть вот этими поправками мы показывали, что вопрос есть, он не снят, и нужно уже там двигаться дальше по этому направлению поправки. Насколько я знаю, в бюджете учтены не в полной мере, я бы так сказал, потому что есть движение по школе в чистых прудах, это точно по общественному транспорту вопрос важный, но пока он в проработке, ничего конкретного сказать в правительстве не могут, хотя тоже признают, что важно поддерживать муниципалитеты, поддерживать межмуниципальные перевозки. Ждем, ждем вот тех самых анонсированных поправок, предложений от правительства, которые, может быть, учтут, предложения. Да, хотел еще добавить, что вот как раз школам наша фракция не нашла в редакции первого чтения в бюджете средств на подготовку школ в 2018-2019 году, и была просьба также внести в поправки во втором чтении. Единая Россия. Герман Анатольевич. Я бы хотел конкретно сказать, что не было ни одного года, чтобы не выделялись конкретные средства для подготовки школ к учебному сезону. Даже вы помните, и вот в прошедшем уже, можно говорить так, году, вставал вопрос, и буквально за несколько дней этот вопрос был положительно решен, и средства были направлены на подготовку школ. Практически вопрос как бы решался. Но остается 40 секунд, самое важное. Я бы хотел сказать про школы, которые как бы сказали. Все-таки вопрос дополнительно решается, и на 2018-2019 годы будут выделены 597 миллионов для того, чтобы были построены школы в Зуевке, и в 2019-2020 все-таки в чистых прудах. Значит, также решается вопрос вместе с городом Кировым по приобретению собственности школы в Урванцево. Значит, и тут такой паритет, что 100 миллионов дает область, 100 миллионов дает город. Есть также вот там переспределение субсидий на объекты газификации, в частности 338 миллионов рублей. Это будет касаться территорий города Слободского и Котельнического района. Там действительно ситуация достаточно как бы была непростая. Но я думаю, что вот посредством этого она каким-то образом разрядится. Также предусмотрены субсидии муниципальных образований в 65 миллионов для того, чтобы отопительный сезон протекал нормально в осенне-зимний период. К сожалению, у нас заканчивается уже время. Давайте сразу договариваться, что после пленарного заседания мы... Мы уже договорились. Договорились уже. Договорились, хорошо. Придет Владимир Васильевич Быков после пленарного заседания, и мы еще с ним побеседуем активно. Ну и с вами, коллеги, конечно же, мы хотим встречаться и обсуждать. Может быть, поподробнее по каким-то отдельным направлениям и отдельным цифрам поговорить. Вы, кстати, как фракция справедливая Россия ЛДПР за бюджет? Будете голосовать за... На бюджету? Да. Ну, естественно, самое бурное обсуждение — это бюджет. Мы примем решение непосредственно перед самым пленарным заседанием, потому что мнение тоже разделили. У нас тоже будет на фракции завтра принято. Единая Россия проголосует за бюджет. Ну, как бюджет — это жить целой территории? И мне вообще это совершенно непонятно, потому что бюджет — это и есть бюджет, это жизнь целой территории, как Кировская область. Спасибо, Герман Гончаров, Сергей Мамаев не пришел, Владимир Костин, Павел Дорофеев. Мы сейчас прервемся на новости тематической программы и рекламу. Во втором часе, после 12, к нам придет губернатор Кировской области Игорь Васильев. Субтитры подогнал «Симон»!